всем привет сегодня будем проверять датчики фаз частности 21 110 вот у меня он стоит на ниве такой датчик и собственно есть там какие-то советы да как проверить магнитит он там или не магнитит это собственно все ерунда есть совершенно простой и надежный способ проверки датчика который описан в информационном письме автоваза о проверке датчиков вас вот я вам покажу сейчас как все это делать значит сразу скажу вот есть два датчика они оба не рабочие рабочего сейчас под рукой нету я его недавно машину установил новый вот значит вот видите один он такой некий магнитный эффект имеет другой вообще никак при этом они оба не работают значит давайте сейчас порядку все значит один полностью не рабочий как я уже говорил то есть стоит на машине машину заводишь выскакивает ошибка p0340 датчик фаз неисправен сбрасываешь ошибку через секунду она снова появляется опять сбрасываешь опять появляется то есть как будто вообще нет у другого датчика такой непостоянный значит характер проблема он то работает то не работает в общем тоже доставляет массу проблем особенно при работе на газу об этом я позже расскажу значит давайте так нам понадобится для проверки сам датчик вот такой разъем который собственно это разъем с автомобиля здесь отломано значит ушко крепления было поэтому его обрезал машину припаял новый вот этот оставил вот он пригодился собственно сам разъем так они мне тоже расскажу тестер металлическая какая-то пластина вот у меня вот такая втулка значит по разъему на разъеме есть буквенное обозначение abc соответственно что они значат а это масса ну в частности у меня стоит час аккумулятор я принес автомобильный я значит масса подключил здесь на минус черный провод я для наглядности их сделал значит черный масса красный плюс серый провод сигнальный и так масса значит на вывод а идет масса берется с контроллера на автомобиле на б у нас красный провод значит это питанием а питание она идет от главного реле автомобиля и c сигнальный провод то есть он обрабатывается в датчике некой информации и по сигнальному проводу идет в контроллер у меня он серого цвета этот провод значит давайте вот проверим такую вещь вот мы просто значит у нас сейчас подключен к аккумулятору этот этот разъем значит подадим на датчик питания собственно питание аккумулятора сейчас 12 и 4 12 и 5 вот я подключаю и мы видим что его напряжение практически нет никакого ну я извиняюсь я подключить подключил питания сигнальный провод здесь так вот я замеряю мы видим 006 вот это сразу могу сказать что датчик сломанный даже можно дальше в принципе не проверять объясню сейчас почему я сейчас подключу другой датчик поймете я подключаю датчик другой смотрите 1157 то есть один спам вольт вот казалось бы все работает но он еще проверку не прошел до конца значит какое должно быть напряжение на сигнальном проводе который идет с датчика то есть у нас на датчик подается минус и плюс с аккумулятора вот на аккумуляторе 12 с половиной вольт а на сигнальном проводе у нас один с половиной так вот считается это так значит опять же 100 из того же информационных письма значит питание должно быть не меньше 0,9 десятых вот собственно питание сети то есть если у вас вот как у меня допустим сейчас на аккумуляторе 12 с половиной то не менее 90 процентов вот этого напряжения должно быть на сигнальном проводе ну грубо говоря если 10 вольт подали то на сигнальном должно быть не менее не менее 9 вольт но в частности здесь вроде все нормально я сейчас провод соединю чтобы не держать в руках и покажу значит почему же этот датчик не работает если поднести металлическую пластину к торцу видите ничего не меняется вот а должно значит на наши показания когда мы подносим металлическую какой-то предмет металлическую пластину оно должно это показание стремится к нулю вот когда значит на звездочки распредвала есть такое там пластина приклепанная когда он крутится она каждый раз проходя мимо торца датчика он магнит считывает это движение и получается такая очень быстрая реакция то есть допустим напряжение борт сети проходит эта метка 0 опять он ушел опять напряжение борт сети сюда выдвигается опять 0 но здесь мы видим то есть датчик не реагирует абсолютно как он должен реагировать я сейчас покажу вот на этом здесь поломка немножко другая и так вот мы видим он показывает очень низкое напряжение сети соответственно он не рабочий уже но при этом если мы подносим металлическую предмет пластину видите 0 убираем возвращается 005 опять подвигаем 0 убираем то есть то есть видно что он реагирует на наши действия но при этом он тоже неисправен так у значит у рабочего датчика напряжение не менее 0 9 вот и когда подносите пластину показания становятся близкими к нулю могут они быть не совсем 0 но главное чтобы они были не более 0 4 вольта не более то есть вообще в идеале к нулю но если там 0 203 ничего страшно вот так вот мы проверили собственно эти датчики на предмет того что они не рабочие и теперь вы сами спокойно сможете проверить способность датчика фаз для этого в принципе я кстати ссылку дам если у кого-то поблизости нету значит такого разъема я там в алиэкспресс нашел ссылку кину если кому так будет удобнее можете заказать его себе так но я сейчас отключу питание аккумулятора так выключу и теперь немножко собственно про датчики и про том когда датчик не работает а у вас газовое оборудование какие проблемы могут быть во первых датчик собственно когда будете новый если покупать обратите внимание они идут без без такого кольца уплотнительного вот сейчас покажу вот у меня есть старое кольцо вот она во первых тоньше стало со временем и она вот как пластмасска то есть она жесткая это просто как кусок пластмасса в отличие от этого нового у которой такой мягенькая эластичная вот его надо покупать отдельно желательно найти старое не использовать теперь значит про сами датчики их разное количество разные фирмы выпускают вот я это не реклама вообще просто сторонник покупать официальные ладовские значит запчасти вот и могу сказать на что на сентябрь 2017 года я вот себе покупал поставил новый значит цены на них ну от разных производителей ну где-то там 350 рублей вот этот ладовский стоил 450 с копейками на 100 рублей дороже без кольца также колечки отдельные искал покупал значит тут дело в принципе каждого и по карману кому подешевле кому как но меня интересует если кто-то знает такой вот интересный вопрос значит лада стандарт на коробке написано бывают у них значит разные виды тех или иных запчастей лада стандарт бывает бывает лада оригинал причем они сами официально заявляют что лада оригинал это именно то что стоит они на автомобиле на новые вот а лада стандарт это как бы ну не то что брак но не пойми чё то есть они официально там все писали что лада оригинал запчасти они ходят дольше лада стандарт значит ходит меньше но при этом у них на разные детали вот какую-то детали отдельно возьмем у них бывает что есть она в комплектации лада стандарт а в лада оригинал ее нету то есть лада стандарта все вот мне интересно я у них там на сайте официально не пытался найти но вот если кто-то видел датчики фаз лада оригинал напишите в комментариях или же их нету есть только лада стандарт мне вот интересует этот вопрос насколько они долго там ходить будут по сравнению с оригинал меньше там или как ну такое небольшое отступление вот и значит теперь информация для тех кто ездит на газу то есть если у вас машина работает на бензине сломался у вас датчик фаз если он у вас вообще стоит изначально у вас значит машина контроллер она работает на фазированном впрыске сломался датчик фаз вообще полностью вышел из строя машина переходит на попарно параллельный впрыск проблем особых не будет никаких у тех кто ездит на бензине может быть расход немножко увеличится и заводится чуть похуже будет подольше стартером крутить придется вот а у тех кто ездит на газу в частности вот четвертое поколение там еще газовые мозги есть там будут проблемы значительные потому что если у вас все работало все нормально на фазированном впрыске все и у вас была настроена система газовая под фазированный впрыск и он накрывается и впрыск становится попарно параллельно то уже как бы вся работа газовой системы она становится абсолютно неправильной тогда могут начаться там ну просто и машина будет тупить и расход сильно возрастет или наоборот там бедная смесь ну причем если богатая сильная смесь будет соответственно расход будет тоже большой да причем если бедная смесь будет сильно то тоже расход будет расти вот и при этом машина будет вялая какая-то там дергаться вот я значит проблему такую описывал на форуме пропан.ру у меня там все время была проблема с датчиком фаз то есть он не просто сломался первый самый а то работал то не работал и были значит то впрыск там 5 миллисекунд то 2 с половиной миллисекунд я настраиваю газ так через час у меня датчик что-то там начинает капризничать все показания там уходят на попарно параллельный впрыск я настраиваю на попарно параллельном впрыске через день датчик там что-то оживает начинает какие-то показания давать машина начинает работать на фазированном впрыске и вот такая вот проблема была так что те кто ездит на газу четвертого поколения особенно такой момент тут учитывайте что из-за него могут быть кое-какие проблемы также вот есть схема вот такая небольшая вот можете там на паузу нажать посмотреть что к чему вот собственно я также в описании к этому видео кину ссылку на информационное письмо автоваза в котором вот как раз рассказывается как диагностировать датчик фаз и еще кину ссылку на электронную книгу по ремонту значит контроллеров вообще там коды коды ошибок типовые параметры контроллера bosch имея 17.9.7 тоже там про датчик фаз можно почитать ну и вообще про другие датчики очень много интересного вот ну собственно самое главное в первой части видео я вам рассказал и показал как точно проверить этот датчик ну собственно на этом все всем пока спасибо за просмотр ставьте лайк смотрите предыдущее видео и подписывайтесь на канал до встречи